Конфликт интересов относится к одной из истинных причин возникновения коррупции. Выявление конфликта интересов является одной из ключевых антикоррупционных технологий. Она применяется в целях противодействия коррупции как в системе государственного муниципального управления, так и в сфере деятельности коммерческих организаций, любых других организаций. Как диагностируется конфликт интересов? Вот здесь очень важный момент. Я постараюсь проиллюстрировать ответ на вопрос, уважаемые коллеги, который у вас прозвучал. Нужно заранее выявлять личную заинтересованность, прямая она будет или косвенная. Внутри организации необходимо создать правильные локальные акты о конфликте интересов и донести до каждого сотрудника обязательность сообщения по критериям, которые срабатывают по конфликту интересов в администрацию предприятия этой информации, если есть конфликт интересов. Необходимо понимать, что это и лицам, которые находятся на госслужбе, важно. И очень важный момент в коммерческой организации. Вот это установить, следить за этим. И очень важно не просто для галочки это делать. Сделали там, например, нормативный акт, вывесили, что у нас есть конфликт интересов, положение. Обязательно внедрять его в компанию. До сотрудника, до каждого сотрудника довести. Что ему нужно делать? Если человек не знает, что он должен делать в случае, если конфликт интересов наступил, то это не доработка внутренней службы самого предприятия. Вы должны рассказать, что является признаком каждому, что является признаком конфликта интересов. Нужно обязательно показать примеры. Нужно обязательно сказать, что если есть конфликт интересов, в компании есть у контрагента, родственники, либо в государственной службе работают близкие, друзья, родные, сродники, то надо обязательно сообщить и в анкете это указать для того, чтобы правильно управлять этим, этой ситуацией. В данном случае любой конфликт интересов, который он срабатывает и становится реальным, он ведет к коррупции, к хищениям и к убыткам. Обязательно, конечно, к ответственности. Необходимо отметить несколько основополагающих признаков, уважаемые коллеги. Первое. Выявление конфликта интересов как антикоррупционная технология может и должна применяться не только в рамках государственной муниципальной службы. В частных организациях, в обществах это также нужно иметь в виду и ставить на вооружение. Ибо предприятие будет страдать не меньше, чем сам человек, который дойдет, возможно, в реализации конфликта интересов до коррупционного преступления. Круг заинтересованных лиц включает помимо лиц определенного статьей 10 закона о противодействии коррупции, лиц, состоящих с ним в близком родстве, граждан и организаций, с которыми это лицо связано имущественно, корпоративными и иными близкими отношениями. Для определения конфликта интересов используется не только юридическая аффилированность, но и фактическая, то есть скрытая аффилированность. Уважаемые коллеги, есть вопросы. Выявили факт отката нашему сотруднику, уволили его. Он ушел в другую компанию, и клиент после тоже ушел. Хотя с нашей компанией работало много лет, значит и клиенту выгоднее именно такая схема работы. Вы знаете, это большая дискуссия. Дело в том, что ушедший сотрудник, он мог собрать не только с собой клиента, но и вашу ноу-хау, ваши данные конфиденциальные. Он мог какую-то компрометирующую информацию собрать, которая является конфиденциальной. Но не надо думать, что коррупция вам может быть в чем-то интересной. Вы знаете, это, возможно, первый взгляд на эту тему. Какой-то вопрос решить с помощью денег, подкупить чиновника. Но имейте в виду, пожалуйста, что сейчас очень четко научилось государство выявлять коррупционные действия. И государственным чиновникам, лицам, которые подпадают под законодательство о коррупционных преступлениях. Очень трудно сейчас отступать от этих границ. Да, безусловно, коррупция еще есть. Да, существует ситуация, когда, казалось бы, легко так решить вопрос. Но если вы будете соблюдать правила, соблюдать внутренние комплайнс-процедуры, устанавливать у себя, объяснять каждому сотруднику, доводить до него тяжесть последствий коррупции и коррупционных подозрений, то, конечно же, у себя вы сделаете такое поле, которое сможет гарантированно вам давать устойчивое развитие, которое снизит возможность и вас, ваших личных рисков, как менеджера в сфере комплайнс, начальника юридического управления, директора по безопасности, генерального директора и так далее. То есть будут снижены ваши риски. Конечно же, я не могу сказать, что компания какой-то выгодна такая коррупционная до поры до времени. У кого остались вопросы, уважаемые коллеги, я прошу не стесняться задавать. У нас есть руководитель департамента партнерских отношений национальных ассоциаций комплайнс, Александр Юрьевич Громов. Вот его координаты. Если вы можете нам рассказать о каком-то вашем интересном опыте в вашей организации, либо более подробно получить комментарий, если вдруг сегодня не услышали ответ на вопрос или не прочитали презентации, то пожалуйста обращайтесь. Обращайтесь для того, чтобы мы с вами были более соответственны, чтобы мы с вами в необходимой достаточной степени каждый в своей организации, в своей жизни сформировали систему должной осмотрительности, систему антикоррупционного поведения и распространяли ее не только в организациях, но и среди наших родных, близких и передавали их своим детям, воспитывали таким образом новые поколения правильно живущих людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова